МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Мы вновь в наших эфирах обсуждаем развитие главного города страны как национального флагмана молдавского градостроения. Большинство столиц мира уже определились в решении вопроса, который звучит примерно так – город для людей или люди для города. И пока московские чиновники практически ежедневно открывают новые парки и арт-объекты, брюссельские ведут наступление на автотранспорт, отдавая улицы города пешеходам и велосипедистам, китайские градостроители выводят промышленные предприятия за городскую черту, создавая суперсовременные с точки зрения архитектуры мегаполисы, правда, с утратой национального колорита, кишиневские чиновники продолжают традиции либерального мэра. А именно, распил земель под строительство жилых комплексов без учета требований генплана. Мы не раз говорили о том, что кардинальные изменения в развитии нашей столицы могут наступить только при смене власти. Но пока этого не произошло, продолжаем следить за тем, как горожане самостоятельно отстаивают свои законные городские метры. Что сегодня происходит в столице? Об этом поговорим с муниципальным советником от партии социалистов Александром Одинцовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала я хотел бы напомнить о муниципальной программе, которая предусматривает установку более 150 детских площадок, если я не ошибаюсь в количестве, но вот в нынешнем году. Насколько я помню, эта программа была предложена вашей фракцией в муниципальном совете в ходе обсуждения бюджета 2018 года. Вот если можно, давайте сегодняшний наш диалог начнем с обустройства, с создания комфорта для самых любимых наших маленьких горожан. Совершенно верно. Это абсолютная инициатива фракции социалистов в муниципальном совете. Мы предложили, более того, мы не просто предложили, мы изыскали денежные средства из других статей бюджета, которые бы просто были бы потрачены, скажем так, и люди не почувствовали результата для того, чтобы действительно наши детишки могли играться, а у нас отсутствие игровых площадок. И в результате мы весной установили, вот на конец прошлого года начало, это было установлено около 45 детских площадок. И вот в середине, когда была ратификация бюджета 2018 года, вот в конце июля, если я ошибаюсь, мы изыскали еще 12 миллионов леев, и вот на эти 12 миллионов леев будет установлено 150 детских площадок. Я хочу обратиться к зрителям, чтобы, скажем так, люди не обижали, что в ВИК-дворе детская площадка не установлена, детская площадка стоит денег, дворов много, желающих много. Мы исходили из обращений граждан, которые собирали подписи и старались равномерно распределить по всему муниципе, чтобы каждый район получил приблизительно одинаковое количество детских площадок. И там, где люди действительно нуждались, люди проявили активность, то есть они просто, мы хотим детскую площадку, они проявили активность, они собрались, позвали нас, собрали подписи, обратились, и мы, когда изыскали денежные средства, мы утвердили через решение комиссии ЖКХ, которые контролируют этот процесс, мы утвердили список адресов. Вот пока этих 150 адресов, если люди желают, чтобы в будущем в их дворах были установлены детские площадки, я прошу, рекомендую не быть пассивным, а собраться вместе с соседями, составить обращение на имя муниципального совета всех фракций, как хотят люди. И в будущем при определении бюджета на 2019 год мы запланируем и их адрес для установки детской площадки. Я хочу также сказать, что мы предложили, и вот сейчас в ближайшее время установим по всему муниципе около 600 скамеек. Вот такой небольшой элемент архитектуры, малых форм, как назову, да, на пешеходных зонах, в парках, во дворах, там бабушка идет со сумкой, с рынкой, ей необходимо просто передохнуть, а зачастую таких скамеек нету. Вот мы около 600, опять же, на основании обращения граждан, мы, наша каждая секторальная организация фракций социалистов имеет эти обращения, мы знаем приблизительно, где людям необходимо. Также будет особое внимание на сквер из парки или там, где большое скопление мам с детьми, где необходимо это. Мы там же, также будем по всему муниципе 600 скамеек. Я хочу просто обратить внимание, когда начинает, вот нам не совсем понравилось, когда в новостях, особенно на других каналах, на сайтах, в примарии, начинают, что это программа примарии и так далее. Уважаемые друзья, муниципальным бюджетом распоряжаются муниципальные советники исключительно. Это именно наша инициатива фракции социалистов. Именно мы инициировали эту программу, именно мы предложили адреса и утвердили 150 адресов, опять же, на основании сбора подписей и обращений граждан. По каждому из 150 адресов до установки детской площадки мы собираем людей, для того, чтобы определить, нравится вам здесь, может быть, переместить чуть-чуть. Хотя на каждом адресе с притур мы брали план размещения, для того, чтобы не было коммуникации, газа, канализации и так далее, план размещения. Чтобы не пришлось потом сносить. Да, чтобы не пришлось сносить или передвигать и так далее. И мы проводим собрание жителям. Почему? Потому что помимо установки детской площадки, а установкой детской площадки занимается не мы, фракция социалистов, проводит тендер управления ЖКХ в муниципе. Уже чиновники вступают в это дело. Уже чиновники, которые обязаны просто выполнить процедуру. Деньги мы выделили, мы поручили им провести тендер, определить экономического агента. Не мы определяем экономического агента. Нам, грубо говоря, без разницы, кто это абсолютно, кто устанавливает. Нам волнует а, чтобы это было выполнено в срок, б, чтобы это выполнено качество, ну и не разворовали деньги. Это вот эти составляющие. Нас интересует, чтобы они выполнили. Вот комиссия ЖКХ наблюдает за ходом выполнения работ, чтобы все было по графику. А мы просим жителей, и я прошу вас, жители города, не быть пассивными, быть активными. После установки детской площадки, как правило, остается мелкая грязь. Не все эта фирма, к сожалению, убирает. И, кроме того, необходимо где-то землю поставить, где-то посадить дерево. То есть мелкие. Вот мы будем проводить такие небольшие субботники, открытие этих детских площадок, для того, чтобы не просто детская площадка, а вокруг также была благоустроена. Это уже своими силами и силами жителей, которые неравнодушны к своему же двору. Ну вот как быстро или как скоро они уже будут выполнены? Они уже устанавливаются. Вот на Манчешской была установлена детская площадка буквально недавно. Мы проводили, вот в это воскресенье мы провели три собрания с жителями. Это Христоботево, 5,2, улица Рос, 15, Рос, Трандефирлор или Рос, 301,7. В других адресах на Троян, на Кузоводы. Мои коллеги проводили встречи в Нарашкановке. То есть по каждому, в каждом районе в ближайшие где-то 2-3 недели будет установлено уже по несколько детских площадок. Люди действительно могут увидеть, что наша программа работает и внедряется в жизнь. Но и чтобы это приносило радость нашим детишкам. Ну да. Такая вот тема. Уже стала доброй традицией проведения личных слушаний накануне реализации каких-то крупных градостроительных объектов, либо наоборот перевода земель в другое пользование, либо обсуждения, например, по отношению какого-то нового жилищного комплекса. Это хорошо. Мы, как журналисты, постараемся это все визуализировать, отслеживаем, следим за всем происходящим. Тем не менее, оцените, на Ваш взгляд, результативность этих публичных слушаний. Удается ли что-то действительно реально как-то влиять на проект, который бизнесмены видят в нем с определенной собственной целью. Но есть жители в дворах или на территории близлежащих парков, скверов или просто, в общем-то, территории, которые примыкают к домам, в которых они живут. Возникает новое строительство. Это часто не всегда, будем говорить, вызывает какой-то положительный отлик. Вот эти публичные слушания, понятно, они должны, ну не знаю, какой-то знак равенства между интересами тех или иных людей. И я вот этот вопрос хочу привязать к последнему публичным слушаниям, в которых вы принимали участие. Это по поводу многоэтажного здания на проспекте Кантемира. Я понимаю, что там появится здание, которое побьет рекорды по высотности в городе Кишиневе. 32 этажа. Это в городе, то есть мы здесь живем в сейсмической зоне, сейсмоопасной зоне. И как бы, в общем-то, даже, честно говоря, такой вот замысел, мне кажется, должен пугать или настораживать людей, которые будут вкладываться в этот проект. Давайте скажу немножко по-другому. Вот я бы хотел, наверное, начать с процедуры, объяснить жителям, как вообще происходит процедура изменения зональных планов. То есть у нас вот есть конституция города, генеральный план города. Вот на основании генерального плана сделан регламент застройки, регламент, градостроительный регламент, где указано, что и в какой зоне можно строить. Ну, почему это сделано? Это сделано потому, что, к примеру, в промышленной зоне глупо строить частный дом, либо в жилом массиве многоэтажных жилых зданий глупо строить или опасно строить даже какое-то опасное производство. То есть это должно быть сопоставляться. Есть у нас зоны коммерческие, которые предусмотрены были для обслуживания жилых зон. Там строятся какие-то коммерческие предприятия, дома быта, рестораны и так далее. И вот когда застройщик желает построить что-то многоэтажное, они должны изменить зональный план. Для того, чтобы изменить зональный план, есть процедура. Они, согласно постановлению правительства 2016 года, обязаны провести консультации с населением. И вот первое, и это, наверное, единственное возможности, на основании которой мы, муниципальные советники, мы на коллег, к сожалению, не надеемся, с другой фракции, и жители могут остановить или повлиять на будущее строительства. То есть как минимум необходимо участие жителей в этих публичных слушаниях. Естественно, жители об этих публичных слушаниях должны знать. И вот в тех случаях, когда жителей не знают, мы стараемся информировать жителей. Вот, к примеру, по ресторану Дойна, где позапрошлом году, в начале 2017 года, проводились публичные слушания, предлагалось 324-этажного здания. Парковая зона. Практически в парке. Это в парке. Мне кажется, рядом и овраг, через которого... Рядом овраг, да, где этот пешеходный мост, канатный навесной мост сделан. Они нагло через суд, причем премария почему-то это не обжаловала, они получили решение суда, что именно их ресторан не является парком. То есть, понимаете, вот везде парк, а вот именно их ресторан 50 соток не является парком. То есть, это своего рода хитреж, мошенничество, по-другому это нельзя назвать. Вот они предлагали 24-этажа. Мы оповестили всех людей об этом, пригласили активистов, пригласили на телевидение. И вот нам удалось заблокировать эти 24-этажа. Сейчас они опять попытались, вот 3 августа они проводили публичное слушание, но уже предложили 11 этажей, то есть чуть-чуть поменьше, но с улицы Рос подземным заездом к будущему зданию. Ну, подземный заезд, это что значит? Это значит, кто-то будет строить туннель, потом бетонировать, строительные работы и так далее. Вот у них даже не было авизоэкологов. У них есть ответ экологов о том, что их пакет документов остался без рассмотрения. Это не есть положительный отзыв, понимаете? Вот, к сожалению, я вынужден был за собственный счет распечатать приблизительно 3000 листовок. Вот мы с молодыми ребятами, активистами по ботанике, начиная от Джамбо, вот все Могалы, как говорится, до дачи по Зелинского, улицах Рос, Трандефериод, мы раздали почти 3000 листовок. Вот вы не поверите, понятно, что это рабочий день, понятно, что это 10 часов утра, но вот, к сожалению, в притуру ботаника пришло всего 60 человек, из которых человек 20-25 привел застройщика, который говорит, а мы за строительство в парке, понимаете? Видно, что это публика приглашенная, специально для того, чтобы показать. Вот 40 человек, люди возмущались, говорят, ну как так в парке строят? Ну что, построи себе двухэтажный ресторан. Он без нас, без изменения зоны, может себе построить 2-3 этажа торгово-развлекательного комплекса. Эта зона соответствует этому назначению, можно снести его, хотя там вот журналисты, коллеги, активисты также ходили, снимали, там барельефы какие-то есть, знаменитых художников, которые, ну, действительно художественную ценность представляют, как и с мозаикой. Ну, этот ресторан строился с каким-то национальным колоритом, с каким-то особенностями. Да, он с национальным колоритом, как визитная карточка Кишинева, визитная карточка Ботаники была, но вот, к сожалению, пришло 40 человек всего. Вы представляете, вот из трех тысяч листовок, плюс я давал лайф в социальных сетях, этот лайф вроде бы построило большое количество людей, я обращался ко всем приходить, это не политическая акция была, вот, ребят, приходите защищайте, если вам все равно, вот на этом этапе мы можем еще это сделать, потому что на другом этапе проходит комиссию, как правило, наши коллеги, к сожалению, с либеральной фракции голосуют, и плюс еще они привлекают некоторых коллег с других фракциях, это все со свистом проходит, и надеяться на них не приходится. Когда будет изменен зональный план, и премария выдаст авторизацию, вот на этом этапе остановить очень сложно, это надо находить нарушения, судиться и так далее, бороться, драться, на этапе публичных слушаний может что-то остановить. Ну, если задержать внимание наших зрителей вот на этом объекте, ну, вот рядом есть, будем говорить, незаконченная переделка известного кинотеатра. Почему нельзя, например, раз уже не удалось реализовать проект нового развлекательного комплекса, кинотеатра «Скарай»? Да, да, да. Почему нельзя, например, каким-то образом найти этого собственника, предложить перекупить, либо еще как-то, и там построить жилой дом? Уже это не парковая зона? Ну, я не знаю, ресторан «Дойна Акционерное общество» было выкуплено еще несколько лет назад каким-то турецким инвестором, вот он решил устроить сначала 24 этажа, вот ему так увидел. Когда ему продавали этот объект, ему, видимо, что-то обещали, турецкие инвесторы не совсем вникли в суть происходящего в Кишиневе, либо мы обещали, что это все будет легко и просто проводиться, что в парке Берестроя не хочу, хотя, к примеру, в турецких парках ни в коем случае. Там на каждом дереве, между прочим, висит бирочка. Мне специально прислали фотографии, вот показано, бирочка висит, попробуй спилить этот дерево. Уголовное наказание за спил дерева, потому что они ценят свое национальное природное достояние. А у нас, что хочешь, что делали спил, спиливай гектарами. И никто наказание не получит. Сколько раз мы обращались с уголовной жалобой на спил дерева, к сожалению, так. Я вам хочу сказать следующее. В архитектуре среди архитекторов, проектантов, ну, некоторых чиновников, скажем так, не хочу раскрывать подробности, есть все-таки сознательные люди. И вот они нам говорят, что какие-то движения вокруг этого бывшего кинотеатра «Искра» тоже начались. К сожалению, я не знаю, какого характера движения, потому что, насколько понимаю, там тоже предлагается какая-то свечка. То есть, насколько эта свечка... Ну, там аналогичнее, мне кажется, чем в зоне парка. Ну, там, да, более того, сам кинотеатр «Искра» уже не входит в зеленую зону. Ну, и знаете, надо смотреть, что они предложат, насколько это будет мешать, насколько не мешать. Я не против, я за строительство. Более того, вот сегодня были публичные слушания по поводу «Кантемира-6». Здание очень красиво смотрится. Действительно, очень красивое здание. Ну, ребят, это красивое здание. Вот если бы это их здание с две вышки, две эти бачни-близнецы, если бы разместить... Плохое сравнение. Ну, они, как я веду, как Два Твикс, да, не буду сравнивать с Нью-Йорком. Если разместить место кинотеатра «Искра», то есть, когда район начинается с такого здания, и оно логично продолжается, может быть, оно красиво смотрелось. Но, ребята, когда ты посередине района и посередине центральной улицы пытаешься разместить такой огромный объект, вот я говорю сейчас про «Кантемира», который выше торгового центра «Атриум», выше торгового центра «Атриума», метров на 20-30, по-моему, он выше. Ну, это надо головой думать. То есть, как это будет выглядеть, насколько эстетично? Да это ужасно выглядит. Это ужасно выглядит. Я не знаю, ну, тут поиронизировать, как к этому относятся, как его называют, «Великий кукловод» и черный офис, который находится прямо напротив этого будущего строительства. Я не знаю, как они к этому относятся, но я понимаю о том, что жители девятиэтажки, а именно «Албишара-9» и «Албишара-10», они будут в шоке, потому что они даже не знают, что у них собираются построить. Вот я вчера отдал публикацию и ссылкой на сайт «Притуры Рыжкановки». Вот как часто вы посещаете сайт «Притуры Рыжкановки»? Ну, не хочу сказать. Разве что, если вот вижу такую ссылку. Вот, вот. Я сегодня сказал заместителю «Притуры Рыжкановки» ответственным лицам и говорю, послушайте, кроме ваших сотрудников «Притуры Рыжкановки», ну, может быть, такие вот любознательные советники, как я, заходят и смотришь, какие есть объявления. Все, посещений больше нет. Ребят, если вы хотите постановление правительства именно называется «Консультация с населением». С каким населением вы консультируетесь? Ближайший дом не знает о том, что вы собираетесь строить такое, изменить зону и строить такое здание. Вы у них на подъезде наклеили объявление? Нет. Почему? Вам сложно распечатать 10, А4 хотя бы распечатать и наклеить. Проводится публичное слушание тогда-то, тогда-то. И мы попросили сегодня вместе с активистом Виталием Возным на основании процедурных нарушений. Они не выполнили целый ряд процедурных вопросов, которые необходимы были. Вот мы, слава Богу, аннулировали эти публичные слушания. Если они захотят, то через 20 дней могут повторить свои публичные слушания, исправив те положения, которые есть. К примеру, на сайте Притуры Шкановки не были все материалы. Там такие материалы, ну, к примеру, указан фасад здания с высотой. Вот цифры эти нечитаемые. Там, если ошибаюсь, высота, господи, то ли 132 метра, то ли сколько, я точно не помню, но не видно вообще, цифры не видно. Как мы можем рассчитывать что-то? А это, простите, их здание, это южная сторона. То есть здание Албешара 9, жилая девятьэтажка, она будет в тени находиться. А эти господа представили проект инсталляции? Они не представили. Они не сказали, будет освещение там или не будет. Они ничего не представили. Экспертизы нет. Экспертизы экологов также нет, потому что на сайте не висит. Это не наша проблема, вывесила Притуры или не вывесила. Бенефицар обязан убедиться, что Притура соблюла все процедурные вопросы. И вот мне сегодня в конце дня позвонили с архитектуры, сказали, вы знаете, а мы не выдавали градостроительный сертификат на проектирование такого здания. Опа! А я ему сегодня задавал, проектанту, и говорю, подождите, а вы мне покажите градостроительный сертификат. Вы же его не разместили на сайте. Городостроительный сертификат это как закон для проектировщика, то есть обязательный регламентирующий документ, который обязует проектировщика исполнить некоторые требования Главного управления архитектурой. То есть высота здания такая-то, площадь застройки не больше, чем столько-то процентов. Коэффициент застройки не выше столько-то. Мы не знаем, выполнил он или нет, потому что мы сам градостроительный сертификат не видим, а его на сайте не видно. Вот поэтому необходимо четко выполнение процедуры. И если они будут повторно проводить публичное слушание, мы, разумеется, не будем ждать притуру, мы сами оповестим жителей района, которые в районе Грандхола живут, которые живут Албешара 9-10, это напрямую их интересы затрагиваться. А знаете, почему, кстати? Вот они запланировали один заезд, центральный вход у них будет с улицы Кантемира, а заезд и выезд в подземный гараж, а подземный гараж у них предусматривается четыре этажа. То есть, четыре подземных этажа, это гаражи. Заезд и выезд с улицы Албешара через двор дома номер 8 по улице Албешара. А напомню, что вход в подъезд дома номер 8, он как раз не выходит на Албешар, он выходит на Кантемира. И представьте себе, люди, у которых двор будет полностью срезан. То есть, вплотную слева и справа от их дома будет заезд и выезд в это многоэтажное здание, там где куча квартир, куча автомобилей, днем и ночью у них будут пробки. Что будут думать люди, как будут себя чувствовать дети, бабушки, пожилые, инвалиды в этих домах? Об этом никто не думает. И вот эти моменты, мы, конечно, не дошли до сути обсуждения этого проекта из-за процедурных нарушений, там проектант начал возмущаться, но когда мы придем, мы по сути самого проекта сделаем замечание проектировщику. Вот я себя поймал на мысль, слушая вас, о том, что комфорт городской среды ведь обеспечивает не только, или влияет на комфорт не только высотность здания, но и организация пространства вокруг этих многоэтажек. И ведь понятно, чем выше здание, тем, мне кажется, должно быть больше пространства в виде каких-то детских площадок, скверов, подъездных путей. То есть, это же понятно, что в этом здании проживает большое количество людей, и если не будет достаточного количества парковок, не будет достаточно комфортной зоны обитания этих людей, получается, что мы их просто замыкаем в этих четырех стенах, либо, то есть, судьба человека, работа, домой, закрылся, больше негде. Ну вот смотрите, есть одни из двух главных составляющих застройки, это процент застройки. Что такое процент застройки? Ну, допустим, у нас участок в 10 соток. Вот процент застройки не должен превышать больше, чем 60% от этого участка. То есть, если у вас 10 соток, вы максимум можете застроить только 6 соток. То есть, пятно здания будет 6 соток. Потому что 4 сотки необходимо ставить на газоны, на парковки, на места для отдыха, для сбора мусора, то есть, благоустраивать территорию. А еще коэффициент застройки. Вот коэффициент застройки указывает, к примеру, для той зоны, которая предусмотрена на Кантемире, 6, коэффициент застройки равен 5. Вот что такое 5? Вот это 10 соток. У них участок, если не ошибаюсь, около 20... Не знаю цифру, даже не проверялся, честно. Данные, кстати, тоже не показаны в их проекте. Какова у них общая площадь участка? Вот площадь участка умножается на 5. Допустим, это 10 соток. Это 10 тысяч квадратных метров умножается на 5. Вот у них сумма всех этажей здания не может быть больше, чем площадь участка умножена на коэффициент 5. То есть, больше, чем 5 тысяч квадратных метров. Не может быть. И вот от этого мы можем вычислить количество зданий, количество этажей, которые они могут построить. Вот я вам, как говорится, зуб даю. Вот 90% или даже больше, наверное, застроек, к сожалению, вот главное управление архитектуры, и им за это надо по ушам давать, они всегда дают разрешение коэффициент больше, чем предусмотрено регламентом. А что это приводит? На узком пространстве строится не 7 этажей, а строится 12 этажей, 10 этажей. Это выгодно застройщику, и понятно, что застройщик готов давать взятку для того, чтобы построить больше этажей, чтобы он продал больше квартир. Но это приводит к чему? Это приводит к большему количеству квартир, к большему количеству автомобилей на узком, аномально небольшом, на том же количестве, на том же участке, на той же площади участка, где детская площадка та же, а количество детей больше. Где количество парковочных мест ограничено, количество места или благоустройства зоны отдыха, оно остается одинаковым для большего количества людей. И у нас получается так, что у нас мало пространства для отдыха. Более того, когда людям негде парковаться, они делают что? Они паркуются где хотят, где получается, где находят место. На газонах, на детских площадках и так далее. А полиция не занимается нормальным вопросом сбором налогов в виде штрафа. Это, кстати, да, сбор налогов. Если ты недобросовестный гражданин и ты паркуешься на детской площадке либо на газоне, сплати за незаконную парковку. Вот один из примеров, я на Малой Малине был относительно недавно. Вот комплекс, который поставил небезызвестный либерал Дырда, он уже демократ. Там 12 зданий. Вы понимаете, насколько бред, насколько ужасна жизнь людей, которые живут в этих многоэтажных комплексах, она заключается в следующем. Я ночью покупал лекарства, мне бы стало любопытно, я подъехал к этому комплексу посмотреть. Вечером пройти по двору невозможно. По одной простой причине. Из-за наглой алчности и жадности этого застройщика, который не пускает людей в подземный гараж, то есть он формально выполнил процедуру в регламенте цифру 70% парковочных мест от количества квартир, но люди-то еле наскрыбли деньги на квартиру, а гараж эти не купили. Сам гараж есть, но он людей специально морозит и оставляет их на улице, и не пускает в гараж. Ну, возьми ты 20 лет с него в день. Он говорит, нет, купи мне за 7-8 тысяч евро парковочное место, купи. А у человека нет денег на парковочное место. Он говорит, я буду ночью парковаться на улице. И когда он паркуется на улице, получается, весь этот комплекс внутренней дороги, мама с колясками не пройдет точно. То есть она должна коляску на голову надеть вместе с ребенком и идти как-то между машинами лавировать. Разве это жизнь? Это мы живем в джунглях, которые из машин. Это то же самое, что на свалке жить. Разве этот благоустроенный двор смысл ставить газон, скамеечку, детскую площадку, если ночью там просто не пройти, не протолкнуться. А многие ли и днем там держат машину? И вот мы сейчас предлагаем, в ближайшее время предложим, вернее, публичное слушание, потому что мы пока не знаем, как решить эту проблему. С одной стороны, застройщик обязан выполнить регламент исполнения 70% парковочных мест. С другой стороны, мы упираемся в такую законодательную норму, что это его частная собственность. Он говорит, купи, заедешь. Не купил, я тебя не пускаю. Ребята, ну что, нам ставят пост ГАИ, который будет каждый раз штрафовать по правилам дорожного движения. Ночная парковка внутридворовая запрещена. Просто-напросто. Это незаконная парковка. То есть парковка в неположенном месте. Ты полагаешься штрафу. Неужели надо каждый раз штрафовать людей, для того, чтобы люди обозлились, пошли дали по шее этому застройщику, чтобы он наконец-то пустил людей внутрь? 20 лет в ночь. Не проблема. Я думаю, что те, кто имеет автомобиль, они заплатят эти деньги. Но, ребята, тогда у вас освободится двор. У вас будет чистый, красивый двор. Стравка, где твой же ребенок будет гулять. Нет. Вот кому-то дырда, шмырда и другие застройщики, которые специально создают условия, для того, чтобы у людей машины на головах стояли. Он же не живет в этом доме. Он живет в шикарном особняке на Рыжкановке. С хорошим парковочным местом. С хорошим парковочным местом. Но, к сожалению, это не только дырда, кстати. Его имя уже стало, к сожалению, нарицательным. Это комплекс Глоринал, который чуть-чуть выше Чуфли, на улице Меллистилу находится. Огромный комплекс. Точно так же машины паркуются. Я в гости кому-то заезжал на такси. На тротуарах были припаркованы два ряда машин, между которых такси не могло поместиться. Он говорит, что я не проеду, невозможно проехать. А представьте себе пожар. Не дай бог представить себе пожар. Скорая помощь должна подъехать. Скорая? Это невозможно. Ты скоро должна остаться там. Говорит, несите больного сюда. Это мы и сами себе вред делаем. Из-за жадности какого-то человека, который не хочет пускать. Мы рассмотрим, как решить эту проблему. Если застройщики добровольно не захотят пускать людей, для того, чтобы освободить для них жилое пространство, травку, возможность детям и женщинам всем отдыхать, вздохнуть как-то, будем просить парламент принять законодательную инициативу о том, что парковка, да, это твоя частная собственность, но ты обязан пускать туда людей, ну, уже там в зависимости, может, на платные, на несплатные. На каких-то финансовых условиях. Ну, вот я, слушая вас, понимаю, что, например, вот в отношении новых домов или жителей в этих новых домах, например, на Малой Малине, здесь возникает, ну, происходит реакция по принципу, знаете, какого-то домино. Ведь да, не хватает парковочных мест. Мне кажется, и подъездных путей у нас в магистрали не становится больше. У нас, например, этот район, под названием Малая Малина, туда заехать и выехать с него можно по двум-трем улицам. Больше, и вот, мне кажется, в часы пик, там, это, вот, если нужно снять какую-то картинку для иллюстрации того или иного автодорожного коллапса, мы отправляем именно вот в эти районы. Там обязательно приедешь и снимешь хорошую, сочную картинку этих злых, в общем-то, ну, мягко говоря, огорченных водителей, и которые опаздывают или на работу, или еще куда-то. И автомобили, которые, не знаю, выдыхают такое количество вредных для нас, людей, газов, и что начинаешь задумываться, а для чего, как же мы так бездумно распоряжаемся собственным пространством, собственным здоровьем? А здесь даже не бездумно, это коррупционная составляющая, это наплевательство на людей, на жителей. Вот знаете, во всех нормальных городах есть несколько принципов. При размещении крупных, они так называются, объекты с высокой транспортной притягательностью. Это могут быть жилые комплексы, это также могут быть торговые центры. Ну, смотрите, все мы в детстве баловали шлангами, подключали и так далее. Вот шланг, который пропускает 10 литров в минуту, допустим так, к нему можно подключить два шланга, которые будут пропускать там по 5 литров каждый и так далее. Но вы не можете в шланг, который пропускает 5 литров, подсоединить два шланга, у которых мощность по 10 литров. Почему? Потому что этот маленький шланг большим потоком просто разорвет. Потому что вода, она создается давление и так далее. А почему мы насилуем собственные дороги? Вот представьте себе, есть дорога. Есть стандартно, давно еще при советских временах вычисленная техническая способность, пропускная способность этих дорог. Внутри дороги, ну, к примеру, если та дорога, которая, господи, выскочила название, академика какого-то, название улицы, которая выходит к Тойота-центру, выскочила из головы сейчас, вот у него пропускная способность 600 автомобилей в час. Это экспериментальным способом вычислялось, научно-математическим способом вычислялось. Вот, ну, не можешь ты туда запустить тысячу автомобилей в час. Ну, просто не можешь, потому что там элементарно создается пробка. Кроме того, вот эта улица, которая выходит к Тойоту-центру, она же выходит на авиадук. Людям необходимо какое-то время для того, чтобы выехать на авиадук. А на самой Малине что делается? Из Малины несколько выходов. Это улица бывшая, широкая, так называемая, которая выходит ниже птички. Вот улица имени Академика, с Булкакова, возле Тойота-центра. Улица Короленко, улица Гренобля, то есть наверх. Ну, и через улицу Стрижка. Академика Георгио. Академика Георгио, да. Крутилась. Вот улица Индепенденции, бывшего соединения, выходит улица Стрижка, которая соединяется через ромашку, так называемую, тоже выходит. Ну, там небольшая пропускная способность. У Смолии на что-то нужно делать. Самое главное, придумывать-то ничего не нужно. Оно же все придумано. По генеральному плану, по улице Тестимица, но мы спускаемся, прожжем этот знаменитый комплекс Дырды, там два двухэтажного здания, и внизу, где построили заправка, там должен был запланированный в генеральном плане, поворот направо под мост, который, ну, если смотреть с моста на Малину, то с правой стороны от заправки Лукоил, должен был быть под мостом дорога, которая выходит мимо роддома с левой стороны, роддом номер один, на улицу Меллистиу, и который выходит дальше к кругу возле ЖД вокзала. Это дополнительный выход. Сама улица Широкая должна была бы также расширяться. Улица Кагалничану также, люди не должны были через улицу Толстого огибать, выезжать на Виадук. Улица Кагалничану должна была сразу выходить на Виадук. Вот таким образом мы увеличиваем вот эти шланги, грубо говоря, и пропускная способность дорог, она увеличивается, и хоть как-то. А мы что делаем? Мы засоряем этот шланг, и в итоге он рано или поздно лопнет. То есть, образно говоря, это образно говоря. То есть, у нас возникнет постоянная пробка. А у нас малая малина, это что? Это РКБ, который притягивает к себе большое количество автомобилей. Они попытались решить проблему РКБ с строительством, опять же, дыр достроил, многоярусная парковка, которая часть для врачей, часть непонятная. В итоге, там машин практически нет, все все равно пропаркуются вдоль улицы Тестемица, но полиция вообще не занимается вопросом незаконной парковки, а там нигде нельзя парковаться, там везде стоят знаки. У нас диагностический центр, у нас кардиологический центр. То есть, это зона притяжения. Плюс студенты, там большое количество автомобилей также приезжает. И у нас построили, сейчас строят, ну, на мой взгляд, идиотский жилой комплекс Эльдорадо. Почему? Потому что строят 15-16, 15-16 этажных зданий, абсолютно неплохо, для которых не предусмотрена транспортная развязка. Там непонятно, какое количество парковки. Вы представьте себе, сколько будет жить. Для велосипедистов они это строят. Ну, возможно, да, для велосипедистов, для любителей здорового образа жизни. Вместо машины кроссовки вручают сразу, и там как раз под мост, там сразу озера, ботанические озера, где можно будет бегать. Вот комплекс, который построил Дырда, сейчас пытается продавить комплекс выше, а, там комплекс Глоринал, еще один есть, который, ну, в принципе, там я не видел проблем, в этом комплексе Глоринал не видел проблем с парковкой, потому что у них парковка подземная на весь комплекс, и там один из богатых комплексов, видимо, люди могли себе позволить купить гаражи, то есть ночью там никого нет. Вот выше них собирается строить, одна из компаний, еще один комплекс собирается строить. Они же диагностического центра, вот я уже дважды блокировал решение на заседание комиссии, земельной комиссии, ну, я не знаю, если это еще получится дальше делать, но вот жителям, которые живут на Тестемица, ну, и улица Малина-Мика, вот где находится теплица, вот там собирается построить, среди одноэтажных домов собирается построить многоэтажный комплекс. Вот представьте себе, что там будет с движением. Цена этих особняков упадет сразу. Цена особняков падает сразу, за самое главное, там якобы были публичные слушания, вот нам принесли протокол, но и публичные слушания, я уверен, что они не проводились, но протокол есть, понимаете, а люди даже не знали публичных слушаний. Ну, и венцом всего того, что я говорю, это желание Министерства внутренних дел построить вместо части карабиниров Тестемицано-31, это улица Короленко, вот по Тестемицано, сразу упирается вот в эту часть построить, комплекс из 3 тысяч, почти 3 тысячи 100 квартир, около 3 тысячи 100 квартир, они собираются построить комплекс, там они проводят тендер, частный застройщик предоставит определенное количество квартир Министерству внутренних дел, все замечательно, полицейские должны быть обеспечены квартирами. У меня сам отец майор уголовного розыска на пенсии, я сын офицера, который дорожил своим честью, своего мундира, но, ребята, а вы знаете, что по генеральному плану улица Короленко должна соединяться с улицей Индепенденции через улицу Стрижка, ровно посередине этой части, но Министерство внутренних дел плевать на это, почему, потому что это уменьшение количества квартир, а так хочется перед выборами дать кому-то ключики от квартир, понимаете, и вот они плюют на это, естественно, главное управление архитектуры боится открыть рот, и боится Министерство внутренних дел, боится что-то сказать, а это приведет к чему? Это приведет к тому, что из тех жителей, которые 3000 квартир, ну, представьте себе, хотя бы 2000 автомобилей, а как правило у нас процентаж ближе к 100%, если не больше, кто-то может себе позволить дополнительно купить в семье автомобиль, эти 2000 автомобилей должны куда-то выезжать, куда? Либо вниз по Тестемица, либо на Короленко, а вот сейчас у нас через Короленко выехать на Осаки. А у нас Осаки переполнено из-за того, что какие-то умники, вернее, какие-то это господин Киртака, который все никак не посадит, он вместо того, чтобы расширить улицу Гренобля, вот когда-то, вот все люди, которые въезжают с Еловен, Еловенский район, вот они по Ханчевскому шоссе въезжают и поворачивают возле дома радио направо на улицу Мярица, потом у нас начинается улица Гренобля. Вот Меша проширит улицу Гренобля, они с правой стороны, то есть со стороны Еловенской, не со стороны нижней части города, они сделали тротуар шириной 2 метра и выложили это все плиткой. Нафига? С той стороны жителей, то есть с той стороны пешеходов нету, плиткой выложить километров 5, наверное, шириной 2 метра. То есть кто-то на плитке хорошо заработал. Расширьте еще одну полосу, добавьте. Это самое разумное, что там требовалось. Это по гейн-плану предусмотрено было. Вот вам трата денег, бездумная трата денег. Лишь бы кто-то заработал, но в итоге геморрой, простите, всему городу. И у нас тот поток, который едет с Еловен, естественно, они видят, что улица Гренобля забита, они не хотят, и они спускаются по Осаке. И вот у нас, начиная от Штефана Чалмаре до улицы Академической, вот представьте себе, Штефан Чалмаре, потом Птичка, Мемориал, 40 лет Волкосем, Гаудиамус, потом у нас улица Докучаева, и вот до улицы Академической это у нас одна сплошная пробка. Вот мне, я как житель телецентра, вот мне, я через улицу Академической выезжаю на Осаке для того, чтобы поехать на работу, я до работы, до центра 40 минут добираюсь. Сколько там ехать? Там 3 километра надо проехать. 40 минут. А что будет дальше? Что будет дальше, когда, вот почему мы, Гаудиамус, к сожалению, он не был в списках, памятников и так далее. Но почему мы боролись и не давали снести Гаудиамус? А потому что вместо него собирались построить два небоскреба по 14 этажей. И это дополнительно ухудшило бы транспортную ситуацию. И вечером те, кто едут в сторону телецентра, также была бы пробка, а утром и там и так пробка. И те, кто выезжали бы из этого комплекса, они бы дополнительно дали нагрузку. Утыкались бы уже в пробку изначально. Так они утыкались бы в пробку, пытались бы заехать и, соответственно, 10-20 автомобилей тормозятся. 10-20 автомобилей дополнительно, это у нас улицы, у нас бы собралась до южного автовокзала пробка. Александр, покупайте велосипед. Вот. Вот одно из предложений, которое внедряется, и вы в самом начале в презентации сказали, это развитие общественного транспорта. Это единственный выход. Понятно, что желание всех людей ездить на своем личном автомобиле. Ну, во-первых, это дорого. Раз. Во-вторых, в пробке, ну, фиолетово, сколько у вас лошадиных сил, у вас Феррари или у вас Жигуленок, в пробке все одинаково. Ну, на Феррари ты более комфортно сидишь, но передвигаешься с такой же скоростью, ровно как... Ну, нервничаешь так же, как и на Жигуленок. Совершенно верно. Вот единственный выход это создание выделенных линий для общественного транспорта, как это сделано в Москве, как это сделано в других городах. И вот мы проводили эксперименты, ваше телевидение, спасибо вам, освещали это, когда вот 100 человек могут быть перевезены либо в 100 автомобилях, 100 автомобилей это займут центральную площадь, ну, полосы центральной площади дороги Штефан-на-Чурмари, все три полосы, если не шесть полос, будут забиты автомобилями. И вот огромная площадь будет занята автомобилями. Либо всего лишь в одном автобусе или в одном троллейбусе. Вот один автобус, способный приблизительно 100 человек перевозить. Сколько этот один автобус занимает? Либо 100 велосипедов, ну, 100 велосипедов занимает площадь приблизительно равную двум троллейбусам или двум автобусам. Потому что они не вплотную друг к другу, там какое-то расстояние. Вот за счет этого, обеспечивание автолюбителя пересесть на общественный транспорт, а он туда пересядет, если он будет быстро, комфортно, удобно ходить, можно будет решить вопрос с автомобилем. Автомобилем он будет пользоваться только на выходные. Огромное количество кишиневцев во всех городах людей, которые работают с утра до вечера. То есть он приехал утром на работу, ему в течение дня не нужно передвигаться. Вечером он уехал с работы. Зачем ему брать автомобиль, если трудно найти парковку, либо парковка дорогая, либо пробки, либо еще что-то, если узнаешь, что абсолютно легко и спокойно можно на общественном транспорте. Приехал на работу, уехал на работу. А вечером бери автомобиль, езжай куда хочешь, либо на выходные. Александр, еще такой один момент. Меня одного ли напрягает ситуация с тем, как у нас стремительно растет высотность новых эпизодически трясет. У нас уже целый ряд был небольших землетрясений, не сильно были заметны, но в нашей с вами жизни два достаточно мощных сильных землетрясения мы пережили. И мне кажется, есть какое-то определенное опасение у кишиневцев, что увеличивается этажность городских массивов. Я бы ответил следующим образом. Я не опасаюсь этажности. Я опасаюсь высокой этажности, то есть предлагаемой этажности каких-то определенных строений, когда они расположены рядом с малоэтажными зданиями. То есть когда рядом с девизитажкой собираются построить 32 этажа, ребят, ну это порнография. Разместите эти 32 этажа, как мы с вами говорили, вместо кинотеатра «Искра». А возле кинотеатра «Искра» нет жилых зданий, но только через дорогу улица Рос и Дичебал 64. Они достаточно далеко расположены. Я не думаю, что там и они расположены с южной стороны. То есть проблем с солнцем не было бы, на мой взгляд. Но когда ты располагаешься в жилой зоне, где уже есть существующая застройка, девятиэтажки, пятиэтажки и так далее, размещать там многоэтажное строительство, это издевательство над теми жильцами, которые живут сейчас в девятиэтажках и в пятиэтажках. Я за многоэтажное строительство, но оно должно выглядеть гармонично, оно не должно мешать. И опять же, возвращаясь к тому разговору, как мы говорили, коэффициент застройки. Ребята, если вы хотите вот такое 32 этажа, если посчитать по коэффициенту застройки, у тебя площадь должна быть гектара или полтора гектара. А если гектара или полтора гектара, это значит, что до ближайших зданий у тебя будет достаточно далеко большое расстояние. Это значит, что ты мешать не будешь. Это значит, что ты вокруг своего здания можешь разместить сквер, парк, зону отдыха, роллер-дром, фонтаны на любой карман в зависимости от инвестора и его вкус. Делайте, что хотите. То есть, развивайте город. Но когда ты пытаешься обмануть нас, канцеллеров, путем того, что ты просто нагло подкупаешь исполнительную часть премареи, даешь им взятки, и вот на таком пятне застройки ты пытаешься построить 32 этажа, дулечку, вот мы здесь пытаемся привлечь жителей и сказать, ребята, мы вроде бы крепкие ребята, но не мы можем одни бороться. Необходимо, когда жители не хотят приходить на защиту того, что есть в их строении, нам сложно с этим потом бороться в муниципальном совете. Когда жители массово, и мы уже не раз говорили и на вашей передаче, вот опять же, Андрей Дога 32, дробь 2, когда люди, 200 человек вышли защищать свою детскую площадку и сказали, мы будем тут стоять до последнего, это видно гражданская активность, это видно, что люди любят свой город и переживают за свой город. Когда выходят, к примеру, на улице Диму 1, друг по 1, где абсолютно незаконно, на красных линиях, в зеленой зоне построили вот это вот семиэтажное, это уродское здание, когда вы поворачиваете на Юнифеносе, на улице Киевска, посередине у нас офисное здание стоит, мы еле-еле нашли 5 человек, чтобы они подписали сквозавление. К сожалению, мы его проиграли в суде, потому что у нас суды очень гуманные к застройщикам, но люди, там люди вообще неактивны были. На Диму 7, дробь 3, там где пытались построить 16-этажное здание, мы, слава богу, аннулировали аренду, вот там также 70-80 человек вышло, и я хочу сообщить жителям Рашкановичка, что, к сожалению, мы узнали о планах возобновления, там строительство, и вот мы сейчас разбираемся, как это так, они собираются построить на том участке, где мы аннулировали аренду, либо эта аренда была аннулирована через суд, и управление, управление, юридическое управление примарии, и администрация примарии просто обманула нас, советников, и не показывает вообще документы, либо там какое-то мошенничество, то есть вообще непонятно, как это все происходит. Времени совсем не осталось, но все-таки задам вопрос, если по возможности коротко, емко ответить на него. Ситуация вокруг Дворца профсоюзов, ведь, насколько я знаю, к этой ситуации подключались и депутаты парламента, и что, особенно, в части того, что касается вот этого исторического наследия, в виде барельефа, который был на фасаде здания, вот что сейчас? Вы знаете, мы надеялись о том, что по Дворцу профсоюзов Министерство культуры хотя бы что-то сделают, но вот этот момент сейчас перерастает именно в понятие захваченное государство. Ну, представьте себе, депутат парламента обращается в Генеральную прокуратуру. Абсолютно понятно, что те, кто подписали авторизацию на снос Киев-7, Дома культуры профсоюзов, когда там была размещена эта мозаика, которая находится под защитой государства по постановлению парламента от 93-го года, они обязаны были сначала получить решение комиссии по защите памятников. Авторизацию на снос дали без решения комиссии. То есть, тот, кто подписал авторизацию, это люди должны быть уголовно наказуемы за свое деяние. Это превышение должных полномочий стопроцентно. Это причинение ущерба тому памятнику, который находится под защитой государства. В данном случае государство в виде Генеральной прокуратуры должно было предпринять какие-то действия и наказать чиновников Министерства культуры, чиновников администрации примарии, которые подписали авторизацию. Генеральная прокуратура дала ответ нашему депутату о том, что они передали это дело в Цена, а Цена за подписью начальника дала великий ответ о том, что, вы знаете, дело прекращено в связи с тем, что через год после выдачи авторизации комиссия все-таки решила переместить эту мозаику возле театра оперы балета. Театр оперы балета, мы не знаем, принимает он эту мозаику или не принимает. То есть, вы понимаете, постфактум фактически правоохранительные органы покрыли преступление, а они обязаны были защищать. Вот в данном случае наши депутаты, насколько я знаю, собираются поднять данный вопрос в парламенте, просто это преступление по отношению к нашему историческому наследию. Понятно. Александр, спасибо за разговор, очень насыщенно, информативно. Я думаю, нашим зрителям это было интересно с точки зрения того, что действительно нужно защищать свои интересы, защищать собственный город, собственный двор. С этого все начинается, и тогда можно будет менять что-то к лучшему. Жителям нужно быть активно, защищать свой двор. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». Надо всегда помнить, что среда – это то, что мы с вами вместе формируем. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин